Модель от компании DJI Mini 4 Pro анонсирована 25 сентября 2023 года и доступна в принципе во всем мире. Но у кого возникают сложности в приобретении, можете обратиться по этому телеграм-аккаунту, я вам его притащу по адекватным ценам. Квадрокоптер доступен в вариантах базовой и расширенной комплектации с пультом RCN2 и RC2. Несмотря на впечатляющие функциональные возможности, отличающие дрон от предшественника Mini 3 Pro, на момент старта продаж его стоимость практически идентична к стоимости Mini 3 Pro. Разработчики уделили особое внимание программному обеспечению и искусственному материалу дрона, оставив сенсор камеры без изменений. Это полностью соответствует современным мировым тенденциям, искусственный интеллект объединяет в себе технологии, позволяющие избегать столкновений с препятствиями, а также отслеживать объекты в разных режимах с получением плавных качественных снимков. Но с этим я соглашусь. То есть наличие датчиков это одно, а умение коптера их применять, их пользоваться, совсем другая история. Давайте поговорим об особенностях модели Mini 4 Pro. Первым плюсом является складная комплектация конструкции. Соглашусь, потому что действительно он легче, чем Mavic 3 и более старшие модели. Вес менее 250 грамм. Это спорный вопрос, наверное не мой случай, потому что у меня аккумуляторы более емкие, и вы видели в начале выпуска, что он весит более 310 грамм, что как бы не совсем уже является плюсом в моем случае. Но если вы возьмете стандартную комплектацию, то я думаю в этот коридор по весу пойдете. Камера, которая умеет снимать 4К, ну да, пожалуй плюс. Ну также еще есть замедленная съемка, при 100 кадрах, тоже классно. Съемка в условиях слабого освещения. Да, сегодня была погода не очень, но кадры были достойные, мне понравилось. Надеюсь вам тоже. Отнесем это к плюсам. Время полета до 34 при стандартной комплектации аккумулятора и 45 минут в зависимости от выбранного аккумулятора. Да, я подтверждаю, сегодня летал довольно долго, мне было комфортно, потому что на стандартном аккумуляторе не успеешь долететь до цели, так как уже в истерике бьется, взлетим обратно, а то упадут. Так что да, это плюс однозначно. 4. Варианты комплектации. Ну да, наверное есть из чего выбрать, если не нужна какая-то птича, может сэкономить денег. 5. Бесколлекторные двигатели, но этим уже никого не удивишь, потому что в большинстве, скажем так, коптеров современных, они везде используются. 6. Приложение DJI Fly и LightCard. Ну да, можно делать коллажи, оперативно, быстро. 7. Система видеопередачи O4, вот с этим я соглашусь. Классный стандарт, работает отлично, терял дрона, вернулся, проблем ноль. Да, это плюс. 8. Распознавание препятствий по всем направлениям. Ну это, честно говоря, в раке, сами видели, дрон упал, веток не заметил, так что это не является плюсом. 8. Помощь пилоту опас. С этой штукой я не связывался, не тестировал, так что ничего сказать не могу. 9. Активтрак 360, ну это тоже можно отнести к этим же распознаваниям препятствий. Так себе затейка, я бы не рассчитывал на то, что она вам поможет в сложную минуту. 10. Ну также есть режимы Focus Track, Waypoint Flight, Hyperlapse, Digital Zoom, Master Shorts, Quick Shorts, Quick Transfer и Cruise Control, который я сегодня не тестировал, а совсем еще про него забыл. Надо было посмотреть, что это такое. Ну в общем, вот такие вот фичи у него. Покупателям доступно 4 варианта комплектации квадрокоптера. Базовый комплект поставки с пультом RCN2 стоит 759 долларов. Также базовый комплект с более навороченным пультом RCN2 стоит 959 долларов. Эти все комплекты идут с одним аккумулятором. Более расширенный комплект поставки Flymo Combo с пультом RCN2 стоит 1099 долларов. И самый жирный жир, расширенный комплект поставки, называется Flymo Combo Plus, тоже с навороченным пультом, стоит 1159 долларов. Это вам для понимания, сколько денег необходимо для апгрейда. А давайте поговорим о камере Mini 4 Pro. Качество изображения приятно удивляет в большинстве съемочных режимов. Оно схоже с Mini 3 Pro, но очень большая пропасть с Mini 2, ну и с ей и прочими, которые были у меня ранее. Оба квадрокоптера, имеется в виду Mini 3 и Mini 4, работают на 4-х ядерных сенсоре с 12 и 48 мегапикселями, с большими пикселями размером 3,4 микрометра, работающие в сочетании с новейшей платформой обработки картинок с расширенным диапазоном ISO, сенсор обеспечивает съемку фото 12 мегапикселей при слабом освещении и фото 48 мегапикселей при хорошем освещении. Но не чудо ли это? Встроенный трехосевой подвес позволяет дрону выполнять акробатические трюки в воздухе и одновременно вести плавную съемку. Сама камера поворачивалась на 90 градусов для вертикальной съемки, а подвес можно наклонять в пределах от минус 90 градусов до 60. Беспилотник может вести широкоэкранную съемку 16 на 9 для YouTube и портретную 9 на 16 для TikTok. Также присутствует пакет ND фильтров для управления выдержкой и насадка для широкоугольного объектива, обеспечивающая расширение поля зрения объектива с фокусным расстоянием 24 мм. Ну классно! Кстати, Mini 4 имеет внутреннюю память 2 гигабайта, чего достаточно для трехминутной записи в формате 4К при 30 кадрах в секунду. Однако, знаете, я пытался вставить туда стандартную карту от компании Samsung, она вот что-то не принялась с дроном. Говорит, слишком медленно, давай поменяем на более быструю. Так что вот имейте в виду. Немного о программном обеспечении. При работе со стандартным пультом Mini 4 Pro используют фирменное приложение DJI Fly. Для смартфонов с операционными системами iOS и Android. Благодаря интуитивному, понятному интерфейсу, приложением легко пользоваться. Проблем возникнуть не должно ни у кого. На старых дронах я имел опыт. Ну а теперь приобрел новый и скажу, что с новым пультом мне намного комфортнее двигаться. Также предусмотрено приложение LightCat для создания видео, отредактированных с помощью искусственного интеллекта одним нажатием. Проводим моих. База обновлена. Взлет разрешен. Положение обычного. Успокойся, он сейчас переключится. Давай мне, я сейчас сделаю, что он переключится. И вот он. Уже подлетел. За нами. Запустим обтяжение авто. Сверху. И пусть за ними. Последует, да? Сейчас мы их проводим. Продолжение следует. я вон брожу там они стоят греют тачку еще слышите как она тарапки а это ты заехала на меня наговаривать наехал на бордюр скорость перепутала по ходу дела ну ладно бывает это ничего страшного главное чтоб не сбит меня только не сбей еще главное у меня все записывается а глупости дети делает все пока 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 дайте 5 до 5 за вами коптер будет смотреть вот они двигаются он за ними следит успевает высота достаточно приличная деревья все облетает можно включить спорт но лучше его не включать потому что могут быть переключите другого положения вот он начинает успевать облетаемого вот он пытается его обогнать но у него скорость не получается обогнать и достаточно как бы оперативно двигается автомобиль я на спорте он за ним не успевает скорость не знаю где-то видно не видно здесь давайте мы переключим режим а это слежение тачки режим все продолжается у нас эти тут он чуть ступор зашел вот так вот типа он должен его сейчас успеть облететь деревьев никаких не должно попасться на пути мы можем поменять полностью режим и подлететь чуть повыше здесь уже дальше включить спорт режим и попробовать отследить его на максималке в ту сторону а кадр он успевает я поднялся выше дрон пока успевает успевает его отслеживает автоследование происходит но пока красный как раз отлично зеленый загорелся мы уже не успеваем все дрон на спорте отстает дрон изменит положение не может переключительно объект движется слишком быстро мы выходим на дистанцию чтоб у нас ловил пульт в этом направлении но увы все это прекращается все объект и ушел мы разворачиваемся возвращаемся в сторону дома отлетели достаточно нормальное расстояние успели посмотреть куда двинулась жена с детьми выехала с района и возвращаемся уже спокойненько мимо альбертсона мимо всех домов школы облетаем школу чтоб никому не получилась там препятствий создать и отключения достаточно все отлично ветра сильный двигаемся со скоростью 15 метров в секунду снизим на норму 10 метров в секунду и снизим на синему это у нас 5-6 метров в секунду здесь мы покажу вам наши горы красивые переключу режим видно заметно он переключился сделаю такой небольшой круговой полет красивый были медленными нам дал вот все он у нас пошел крутиться мы можем уже дополнительно сами отлетать куда-то но дрон у нас в основном вот двигается по кругу дальше мы отключаем ножку из контроль и направляемся обратную сторону дом это что у нас если режима на фото переключаем у нас ничего особого не меняется достаточно видно все хорошо карта раскрыта можно переключить по карте просто лететь можно переключить информация здесь все зоны у нас включены все показывает дальше мы подальше сделаем можем развернуть вот это у нас вид с камеры можем боковые винты посмотреть свои как они крутятся у нас да сейчас вот видите новую фишку такой сделали тут они такую камеру и обычно так пользуюсь из этих камер которые сенсоры ночью что не могут выследить объект когда пишет да вот из них сейчас мы наблюдаем давайте еще нас переключу а вот из них мы сейчас наблюдаем с вами вот пожалуйста это его потрясать чуть это остановились вот винты ходят с одной стороны вот винты с другой стороны и мы сзади это мы перед видим и все мы полетели на дроне это вот с этих камер без стабилизации соответственно это проходит все стабилизация здесь у нас присутствует на головной камере главного света входа и так друзья давайте вам покажу например как выглядит парк у нас дневное время когда никого нет особо дети не гуляют сделаем запустим новый режим один попробуем быстрый режим быстрый режим соответственно выбирает объект машину или что-либо вот допустим несколько автомобиль очки смотришь вот так вот приблизительное время крупный крупным мне крупный нравится когда переводится крупный все и соответственно три минуты это будет ориентироваться 3 метров высота автоматическая быстрая съемка я это все выгружу вы увидите мне очень нравится на норму сейчас летаем до норму обычно даже лучше синему подключать это плавнее лед вот круг далеко делать красиво да блюдо очень хорошего низкий скорость карты памяти сейчас мы удали я что-то снимал тестировал давно еще старую флешку ставлю и вот такая вот трибунда получилась давайте мы еще раз подлетим здесь вид хороший мне почему здесь нравится бассейн и там готовится красивый вид так сказать ну опять же я снимаю переключаю вы сами видите все крупный крупный широкий длинный здесь высокий 3 все на максималке движение в движении сейчас высота 26 метров у нас на 10 метров чуть пониже ничего страшно вот начинается полет автоматической съемки дрон удаляется от объекта на максималке я достал все настройки красиво отлетает чтобы было видно все вот пейзажи которые там даже вплоть до облаков и неба делает далекий облет низкая скорость записи в хранилище и он у нас не справляется с этим мы же делаем что включаем режим супер спорта возвращаемся домой сейчас почему он у нас тут не хочет все 3 2 1 так пока справляется наша посадочная станция всею наблюдает буквы речь вот он пейзаж может быть это короткая съемка такая но почему-то вот здесь справа страны эти 13 процентов до обычно доходит до 80 потом вот а сейчас как будто раньше чуть-чуть мне это не нравится как-то очень еще идет съемка невозможность это сейчас подлетим подбежишь давайте сейчас покажу вам режим отлета от меня ну да это здесь объект меня не распознает как цель что ли цель распознает почему-то странно начал распознавать все три в тону лети вон дрончик запустили режим улета сторону погнал ходить отлетает двадцать три процента 27 отлетел давайте другой режим возврат делает это же место меня видно камере да я сижу на стуле он вернулся на место и зачем-то наклонил камеру опять же сейчас мы зафиксируем нашу отметку и сделаем круг минимум 3 2 1 и он полетит вокруг нас весь должен облет дома сделать абсолютно полностью и и выйти вот с этой стороны и дружище чушпан мы здесь так теперь он делаем облет вокруг 3 3 2 1 и все он уходит вот в такой вот полет пошел на 120 метров куда-то там должен улететь вообще я сижу ногами болтаю здесь на стуле он просто пошел кружить 25 процентов только уже 60 метров высота и 58 от меня ушел со скоростью 8 метров двигается высоту он медленно идет один метр всего высоту он плавно поднимается держит точку красиво показывает что происходит вокруг достаточно это видно каждому все он долетел 86 процентов ну еще поднимают по два метра поднимают потихонечку метр ну а так тише тише все застыл вниз показал возврат делает по прямой он уже без всяких облетов прилетов возврат просто пошел вот спокойно по прямой линии ну хорошо отрабатывает насчет препятствий не было у нас по пути никаких препятствий нужно будет протестировать это при больших препятствий все скорость увеличил промокле и подлетел но не туда чуть-чуть дальше давайте еще одну сделаем покоить облет круг ракеты допустим высоту 80 метров 3 старт пошел ван на спорте мы соответственно запустим плавно набирают скорость два с половиной метра максимально чтобы на обычный поставим то же самое все он подлетел 84 метра и это все набирает высоту стабильно 24 метра держит ровно держит сторону никуда видно что они двигаются все замер быстро съемку дрон завершена возврат домой возврат домой осуществляется у нас с вами есть еще 15 минут запасе мы еще несколько режимов сейчас с вами запустим каких-нибудь попробуем вот он прилетутился запустили быстрая съемка гиперлапсы какие-то круг гиперлапса выбрать цель влево высоту чуть-чуть наберем цель выберем опять к нам возвращается он будет кружить вот так вот фотографировать походе фотографирует не знаю что посмотрим что три минуты есть пойдемте пока зайдем не забыли зайду домой полет проходит достаточно хорошо без таких честных две с половиной минуты управление для ребенка этим дроном летать сможет любой человек начинаю я тестировал лев от трех лет он им управлял на высоте он двигался достаточно ровно но понятное дело что отпускать его полную никто не будет есть ребенок у него действует резко расположены потому что быстренько улетучится так сказать нахлобучится и все и уронить а мы уже с вами друзья управляем аккуратно делаем это красиво полеты делаем чтобы вам нравились чтобы вы получали от этого удовольствия я каждый полет буду тестировать это устройство этот дрон рассказывать вам выйдет новый будет новый брать пишите комментарии что вам еще подснять куда слетать что-то красивое такое что вам хочется увидеть и я буду стараться делать это для вас мои дорогие подписчики мои дорогие золотые как говорится подписчики надеюсь в том время у нас доходность пойдет канал и мы сможем оплачивать чем больше у нас будет тем быстрее пойдет у нас доходность с канала И мы этой доходностью с вами будем оплачивать доставки тех товаров, которые я буду находить и дарить просто вам, безвозмездно. Но поймите меня правильно, бесплатно я могу отправлять это все. Хотя бы нужно, чтобы... Hyperlapse is ready to complete. Может, с канала там, да? Вы же стараетесь, ставьте лайки, подписки, там и все прочее. И мне очень приятно. И вам очень хорошо, чтобы мы будем вместе стремиться к чему-то к лучшему, чтобы было всем положительно, так сказать. Закончил полет в круговом режиме. Теперь быстрая съемка у нас остается. Последняя. Поэтому на быструю съемку я буду, как экземпляр такой некий. Один. Три, два, один. Она заснять такая-то некая ситуация. Смотрите, мы бумеранг запустили. Бумеранг запустили, вон Маринка поехала. Детей отвезла. И он у нас пошел на взлет наверх, бумеранг наш. И должен где-то вот здесь вот сейчас нас отследить. Вот он. И вычислить к нам обратно каким-то образом, видите, подлететь. Дальше мы этот бумеранг разворачиваем и ставим ее на Мариночку. И ставим режим вот такой вот. Дрон. Три, два, один. Отлет Маринки происходит от Купера. Она сидит там, что-то обалдеть. А теперь я отлет сделал от меня. Он сейчас возврат сделает, брат. Три, два, один. 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 Что случилось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так закончился полетик наш. Осталось 4 минуты. Дрон приземлили, немножко поснимали. Сейчас посмотрим. Это видео полное, скажем, что это с экрана будет. А другие видео я покидаю в сторисе, которые короткие и красивые. Они с более лучшим качеством будут в 4К. Потому что это просто скрин, где-то хорошее, неплохое качество. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА